здравствуйте дорогие девочки очень рада видеть вас на моем канале love aliexpress снимаю очередное видео товары для маникюра гель-лаком в домашних условиях с aliexpress и сегодня мы с вами тестируем топ с базой фирмы katz ромбики для дизайна по многочисленным советам фрезер сети и бюджетную арочную лампу мощностью 12 ватт в прошлом видео мы с вами тестировали топ с базы и термогель-лаки фирмы azure проходила с этим маникюром практически месяц спокойно могла бы проходить еще дольше если бы не очень сильно отросли ногти в процессе носки не образовалась у меня ни единого скола поэтому тестируемые в прошлом видео материалы оставили после себя только положительные впечатления больше чем уверена я что на хорошую носкость повлияла и новая форма ногтей когда я носила квадратную форму у меня всегда ногти скалывались именно по кончикам по острым уголкам сейчас когда я сделала более круглую обтекаемую форму никаких уголков нет загибаться нечему и гель-лак носится гораздо дольше термогель-лаки как я и говорила в прошлом видео очень хорошо быстро меняют свой цвет постоянно цвет моих ногтей менялся в зависимости от температуры тела и от температуры окружающей среды и эффект наблюдался не только когда я помещала руки в воду по поводу топа и базы мои впечатления стали лучше прошлый мой маникюр был не тоненьким слоем и довольно приличным благодаря чему мои ногти не сгибались и топ нисколько нигде не потрескался если покрытие делать в виде тоненького слоя еще сами ногти тонкие если они загибаются то топ этой фирмы очень сильно трескается итак давайте приступать уже наконец-то к тестированию наших сегодняшних материалов инструментов все ссылки на них вы найдете в описании под видео всем желаю приятного просмотра начнем с фрезером пришел он в пакете застежкой к нему прилагается инструкция также в комплекте идет вилка и набор насадок давайте покажу как он снимает гель-лак со всех остальных ногтей я гель-лак снимала им же ну и и и и и и и и и далее приподниму кутикулу пушером и обработаю ее фрезером пилочкой придам форму ногтям обработаю поверхность ногтей бафом очищу и обезжирю их клинсером далее на кончике буду наносить праймер топ с базой по консистенции довольно густые кистью буду наносить базу тонким слоем теперь рассмотрим лампу она упакована в пупырчатый пакет в комплекте с ней идет usb кабель на верхней поверхности лампы присутствует кнопка с таймером на одну минуту на внутренней поверхности расположены 6 светодиодов сушится в этой лампе 4 пальца вместе и большой палец отдельно далее нанесу второй слой базы более плотный чтобы выровнять поверхность ногтя теперь буду наносить черный гель лак фирмы H&M теперь буду наносить черный гель лак фирмы H&M ну 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 далее нанесу гель лак во второй слой ну ну Нанесу тонкий слой базы. И на сырую базу дотсом буду крепить ромбики. Субтитры создавал DimaTorzok Затем покрою ногти топом. Тупс ромбиков быстро убегает, поэтому его нужно просушивать как можно скорее после нанесения. Далее нанесу топовый второй слой. Важно, чтобы все ромбики были как следует покрыты слоем топа, иначе они долго не продержатся. Итак, вот такой маникюр получился у меня сегодня. Очень понравились в работе топс базы фирмы Katz. Они плотные и густые. В работе с ромбиками также не возникло никаких проблем. Эти ромбики самые бюджетные с Алиэкспресс, которые я только нашла. Оставлю вам ссылку на них. Цветные ромбики. И также оставлю на прозрачные перламутровые, которые выглядят как стеклышко для дизайна. По поводу лампы. Если вы ищете именно бюджетный вариант, то советую вам остановиться на лампе Sun Mini. Белой или розовой, которую я показывала в одном из своих обзоров. На выходе мощности у нее больше. Сушит она 45 секунд. И просушивает она гораздо лучше, чем это. Несмотря на то, что здесь заявлено, что здесь 12 ватт. Та 9 ватт действительно просушивает лучше. Здесь я увидела, что мощности действительно мало. По минуте я сушила каждый слой. И если наносить не очень тоненький слой, то даже лучше в два нажатия было это делать. Две минуты каждый слой сушить это очень долго для лет лампы. Гель эта лампа не просушивает. Ну по поводу фрезера могу говорить только хвалебные речи. Огромное спасибо хочу сказать всем девушкам, которые мне посоветовали именно этот фрезер заказать. Действительно таких советов было немало. Я тут же после ваших сообщений сделала заказ. Заказала его у продавца, у которого была самая низкая цена. Пришел он ко мне быстро. Качеством я его осталась безумно довольна. У него действительно высокая мощность, высокая скорость. Очень удобно то, что он не на батарейках, а от сети. О батарейках не нужно задумываться. Когда я обрабатываю кутикулу, я кстати мощность ставлю на среднюю. Даже на высокую не ставлю. Он прекрасно справляется. Гель лак тоже снимает без проблем. В общем, ни одного замечания, ни одной претензии к нему нет. Тем более по такой цене. Смело можете заказывать, если вы ищете фрезер. Действительно того стоит. И кутикулу он убирает просто мгновенно. Раньше с прошлым фрезером я это долго делала. Сейчас, когда есть чем сравнить, действительно разница колоссальна. Буквально один раз проводите и все, кутикула уже вся обработана, аккуратненькая. Ничего нигде лишнего нет. Ну вот и все. Вот таким был сегодняшний мой обзор. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть еще на примете какие-то товары, которые вы хотите, чтобы я протестировала, обязательно пишите мне в комментариях. Потому что топ с базой фирмы КАЦ я тоже по вашим советом заказала, и мне тоже они очень понравились. Итак, всех благодарю за просмотр. Все ссылки на все товары, которые я сегодня использовала для создания моего маникюра, вы как всегда найдете в описании под видео. О том, как мой маникюр поведет себя в носке, какое время он будет носиться, мы узнаем в следующем видео. Так что подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Вступайте в группы в соцсетях, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Ссылки на все соцсети, где меня можно найти, также увидите в описании. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok